Схема расположения камер по форме букв. Буква A. A-форма состоит из трех героев, расположенных в виде треугольника. Эта форма в том или ином виде появляется в большинстве сцен. Поэтому особенно полезно иметь для нее план расположения камер. Самый простой способ отобразить эту сцену — ряд реверсных планов с разных сторон разной крупности. Здесь внешний реверс с тремя героями в кадре. Соответствующий реверс — с противоположной стороны. Также добавим внутренний реверс на женщину и внутренний реверс на двух мужчин, а также крупные планы каждого из мужчин. Теперь мы реально используем одну линию, и так как все камеры на одной стороне, мы свободно переключаемся между ними. Единственные планы, которые плохо стыкуются, — крупные планы мужчин, так как они идентичны. Мы пробуем отвлечь внимание от стыка различным фоном в каждом кадре, но все равно стык остается достаточно грубым. Решение проблемы — сделать стык через связующий кадр. Съемка этой сцены отличается от обычного диалога только тем, что с одной из сторон два героя. Но нам не обязательно придерживаться одной стороны линии. Если между мужчинами будет диалог, мы расположим камеру здесь, что создаст дополнительную линию здесь. На эту камеру легко переключиться, так как она по одну сторону с другими. Но переключением на эту камеру мы можем пересечь любое количество потенциальных линий. Поэтому мы используем опорные камеры. Начав с первой камеры, наиболее логичным выбором будет использовать в качестве опорную камеру, которая переведет нас на другую сторону. Переход на дальнюю камеру выглядит логичным, если делать переключение через опорную. Для обратного переключения нужно снова использовать опорную камеру, хотя, казалось бы, все остальные камеры находятся с правильной стороны. Поэтому, начав с дальней камерой, возвращаемся на опорную и дальше на любую из начальных камер. Но в сцене уже имеется несколько готовых опорных камер. Если на время забыть о женщине, то оба плана, как внешний двойной план тушет мужчин, так и оба крупных плана находятся в главном положении относительно второй линии. Для перехода с внешнего диалога на дальнюю камеру, двойной план также можно использовать как опорный. Но в таком переходе существуют некоторые тонкости. Линия, с которой осуществляется переход, еще остается в памяти, и нужно немного подождать до переключения на дальнюю камеру, по крайней мере, пока зритель привыкнет к новой линии. Поэтому использование первого способа предпочтительнее. Здесь более широкая A-форма. Чаще всего это случай диалога центрального героя с двумя другими. Простейший способ съемки — установить три внутренние камеры от центра, что позволит нам стыковать сцену в любой последовательности. В этой ситуации можно использовать небольшую хитрость — две пары камер на внешний реверс. Вначале добавим пару на красного мужчину и красную женщину. Мы расположили камеры на этой стороне выделенной линии. Поэтому внутренние камеры можно использовать для крупных планов. Также это поместит нас внутрь действия. Если поместить камеры здесь, мы отделим двух героев, и диалог будет выглядеть более личным. Но при таком расположении нельзя будет использовать внутренние камеры. Поместим другой реверс для двух мужчин также со стороны действия. Простейший способ объединить все камеры — использовать крупный план красного мужчины как опорный. Отсюда мы можем переключиться на все остальные камеры. Мы свободно переходим на внешний реверс с женщиной. Реверс на красного мужчину. И назад на крупный план. Опять свободно на внешний реверс с синим мужчиной. Реверс на красного мужчину. И снова на крупный план. Так как эти две камеры по одну сторону обеих линий, мы можем переключаться между ними напрямую. При переключении красный мужчина оказывается с разных сторон кадра, но так как у нас две пересекающихся группы, это выглядит осмысленно. Переключение между другой парой камер, естественно, делать нельзя. Переход с первой камеры на вторую с пересечением двух линий сбивает с толку. Проследим, что произойдет, если поместить одну из пар камер с нижней стороны диалога. У нас практически нет способа перейти на этот реверс. Эта камера единственная, которую можно выбрать в качестве опорной. Просмотрим два возможных варианта переключения с опорной камерой. Начнем с этой. Затем вращением вокруг красного мужчины переключимся на подобный план с женщиной. Он остается в той же части кадра, поэтому два других героя просто подменяют друг друга. Это будет выглядеть как скачок, если кадры недостаточно сильно отличаются. Давайте добавим эти отличия. Обратное переключение уже выглядит лучше, но все равно на грани, так как кадры слишком похожи. Переключение через опорную камеру на другой реверс смотрится лучше, но такое переключение переносит нас на большие расстояния и тоже может выглядеть скачкообразно. При переключении между реверсами на разных линиях мы опять же вращаемся вокруг мужчины. Здесь трудно отдать предпочтение, так как оба приема работают и выбор можно будет сделать при монтаже. Относительно съемки важно лишь убедиться, что используются опорные планы. Если нужен мастер-план A-формы, лучшим решением будет провести одну прямую линию через центр и расположить камеру на ней, а также зеркально расположить камеру на другой стороне. Переключение между этими точно отцентрированными камерами может быть интересным само по себе. Планы являются зеркальным отражением друг друга. Красота этих мастер-планов еще и в том, что с них можно переключаться на любую камеру и обратно. Точно так же, как это делается через крупный план мужчины. И так же, пока. Продолжение следует...